Ежегодный социально-педагогический фестиваль проводится в Сочи уже 21 раз. В этом году педагоги особое внимание уделяют внедрению новых образовательных программ, модернизации учебного процесса, а также доступности образования для особенных детей. Это рай для любого педагога – выставка учебно-методической литературы. Здесь представлены все актуальные пособия, в том числе и обновленный учебник истории. В этом году на приобретение школьных учебников было потрачено чуть менее 40 миллионов рублей. Но это еще не все. Сейчас в издательство направлены дополнительные заказы. На всех книг пока не хватает. Количество школьников растет с каждым годом. Решение проблемы – переход на электронные учебники. В прошлом году это было успешно опробовано в 8-й гимназии. На фестивале определяют учителей, которым в этом году предстоит работать по электронным учебникам. Мы пока это опробируем, мы осваиваем это сами. Естественно, повышаем компетенции учителей, поскольку нужно достаточно хорошо уметь работать с электронными носителями и с теми формами заданий, методами и приемами, которые предполагают использование электронных форм учебника. Электроника прочно вошла в жизни педагогов дополнительного образования. В кружке робототехники уже задумываются об открытии дополнительных мест. В прошлом году там занималось 600 учеников. Сейчас уже подано более 800 заявлений. Робототехника. Представлено 14 различных программ, где ребенок от детского сада может выбрать. Либо он занимается конструированием, началом робототехники, мультипликацией, соревновательной робототехникой. Различные конструкторы, начиная, так скажем, для малышей и кончая, в общем-то, больших металлических конструкторов, где уже требуются студенческие знания, программирование, инженерные мысли, механики. Постепенно решается и проблема переполненных учебных классов. В ближайшие годы в Сочи построят школы на Мамайке и в Совет Кваджи, обновят аварийную школу в Беранде. Кроме того, на курорте появится 5 пристроек к школам на 400 мест каждая. Продолжается и работа над спортивным воспитанием школьников. Создание той материально-технической базы, которая уже есть в городе, наличие 35 многофункциональных спортивных площадок на базе наших образовательных учреждений. В этом году мы по краевой программе получили средства и ремонтируем одновременно 4 зала по 17-й школе, одна из самых больших школ города. И понимаем, что вкладывая такие деньги в развитие спортивной базы, конечно, хотим отдачи от каждого образовательного учреждения. Сегодня в Сочи работает около 4 тысяч педагогов. Более 1200 из них в этом году прошли курсы повышения квалификации. На курорте провели почти 200 педагогических семинаров. Около 600 учителей придели участие в профессиональных конкурсах и имели небывалый успех. Победителями Краевого конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» это впервые коллеги стали 4 наших замечательных педагогов. Из центров 100 велик, туристов, ориентира, эколого-биологического центра. Победители регионального отбора на повышение квалификации молодых учителей с выездом на стажировку за рубеж. Три человека принимали участие и все трое стали победителем посетителей в Великобритании. Отличилась в этом году и сельская школа в Нижней Шиловке. Ее коллектив первый раз решил поучаствовать в конкурсе на лучшую подготовку к учебному году. И сразу стали вторыми по краю. Мы в школу вложили свою душу. Я, мой педагогический коллектив, родительская общественность, которые меня поддержали в этом конкурсе и вложили всю свою душу. Мы каждый уголок своей школы преобразили для того, чтобы нашим детям было там очень комфортно находиться, хорошо учиться. Ну и вообще эту школу закончила я, и поэтому у меня к ней свое отношение. Я ее очень люблю, невзирая ни на что. В рамках педагогического форума награду из рук заместителя главы города получили самые активные работники образовательных учреждений, в том числе и те, кто проявил себя во время ликвидации последствий наводнения. Не оставили без внимания и предпринимателей, которые по просьбе мэра города помогают благоустраивать школы. 21-й социально-педагогический фестиваль «Образование-2015» продлится до 29 августа. Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».